Островок народной культуры. Каждый экспонат выставки хранит в себе частицу души мастеров, которые их делали. Причудливые глиняные игрушки, деревянные игрушки-террорушки, коврики из ветоши, панно, картины и многое другое. В детской школе искусств номер два открылась выставка работы экспертов диджитал-проекта «Культурный алфавит». Мой любимый экспонат на этой выставке – это вот эти замечательные вышитые рушники. Я вообще очень давно интересовалась вышивкой. Я сама когда-то пробовала, в детстве вышивала крестиком, дальше дело не зашло. Но я поражаюсь вот этому мастерству, искусству, как можно своими руками создать подобные рисунки, узоры, которые хранятся через века. Но это замечательные изделия. О ремеслах, представленных в выставочном зале, ученики мультстудии «Фристайл» знают немало интересного. В течение года ученики медиастудии и мультстудии снимали телепередачи о значении удивительных терминов мира народного творчества. Во время работы над выпуском юные журналисты открыли для себя богатый и разнообразный мир народной культуры. Хотели, чтобы наши зрители узнали множество новых слов, связанных с народным творчеством нашей страны. А также мы сами изучали много слов новых и общались с интересными людьми. А еще у нас была хорошая подготовка медиапрофессии, как телеведущий, оператор, звукооператор, режиссер монтажа и журналист. Очень жаль, что наша передача подошла к концу. Но мы с преподавателями очень творческая команда и обязательно придумаем что-нибудь новое. Позади год кропотливой работы. Ее итог – 29 просветительских выпусков. Первый – Алконост, один из самых значимых для ребят, так как именно с него началось погружение в мир культуры. Своё отражение термин нашел и в выставке. В нашем проекте главный образ Алконост, его можно встретить на нашей выставке в разных вариантах. Он есть и в резьбе, и в керамике, и в вышивке. Тут можно устраивать целый квест, чтобы найти, сколько алконостов на нашей выставке присутствует. Первый наш ролик в нашем проекте был как раз посвящен этому термину. И преподаватель нашей школы Татьяна Владимировна Есеникова рассказывала об этом термине. Выставка «Культурный алфавит» продлится до октября. Посетить ее можно в часы работы «Дыши» номер 2. Возрастное ограничение 6+. Анна Пилипец, Евгений Шикарев, Сергей Рябов, Служба новостей, Саров, 24.